Продолжение следует... Земельные выборы в ФРГ важнее, чем региональные и во многих других странах. Дело в том, что от расстановки сил в местных парламентах зависит состав Бундесрата, то есть Федерального Совета. А он имеет полномочия блокировать инициативы центрального правительства. Встречу с избирателями провел Константин Гальденсвайк. В Мерзебурге, прежде тихой Гадеровской провинции, нынче много недовольных. Этой зимой население 30-тысячного города выросло на 100 человек. Беженцев из Ирака и Сирии. Их не видно на улице, но от них убежден каждый в этой толпе, в родном городе и чего уж там в стране одни неприятности. Они лишь высасывают наши деньги, слоняются без дела и не работают. А еще почему-то, я заметил, носят дорогущую одежду. Так не пойдет. А пора положить конец этой политике гостеприимства. Нам страшно за наше будущее. Эти страхи и слухи вместе с мигрантами заполонили Германию. Они породили и новую партию. Альтернатива для Германии. Из маргинального начинания умеренных националистов по опросам уже в воскресенье. На выборах в трех немецких землях превратится в третью по значимости партию страны. Тем, кто приезжих призывает из Европы отправлять с вещами на выход. На выборах в патриархальной Саксонии Ангальд пророчат вовсе 20%. Напротив такого народного митинга лишь редкие оппоненты решаются повесить плакат. Расисты. Все так. Меркель должна уйти. Этот канцлер – позор для Германии. Мы требуем очевидных вещей, понятных для любой страны. В ведомстве канцлера должен сидеть патриот, любящий прежде всего свой народ. Чем хуже дела с беженцами обстоят у Меркель, тем лучше перспективы у альтернативы для Германии. Никогда прежде Берлин не спешил с созывом срочного саммита Евросоюза. Только бы успеть до земельных выборов. Только бы зафиксировать какой-то успех. Под успехом теперь вместо обещанного плана Меркель для Турции подразумевается план Турции, навязанный Ангеле Меркель. У загнанной в угол Европы Анкара великодушно примет лишь столько нелегалов, сколько легальным путем отправит обратно в ЕС. Принцип обмена один на одного уничтожит бизнес контрабандистов и спасет жизни, но не уменьшит числа беженцев в Европе. Да и цена услуги по требованию турок с трех миллиардов евро подскочила до шести. Еще вчера я слышал недовольство через три года, мол, они еще три миллиарда захотят. Должна вам сказать, что для 500 миллионов европейцев из 28 стран ЕС два раза выплатить по три миллиарда не так уж много. Тем более, если посчитать, во что обойдутся нам беженцы у нас дома. С успокоительными речами Ангела Меркель в эти дни навещает избирателей в той немецкой глубинке, где положение у ее христианских демократов самое шаткое. Это раньше канцлер шла в народ, чтобы своим весом поддержать местного кандидата. А сегодня, чтобы от кандидатов, что и сами уже оппонируют Меркель, отвести удар на себя. Факт в том, что миграционная политика Меркель прямо бьет по ее партии в регионах. Отделением ХДС сразу в двух землях пришлось дистанцироваться от курса канцлера. А в третьей выбрали позицию не так неедак. Однопартицы теперь вообще не высказывают отношения к своему лидеру. Первая за время миграционного кризиса предвыборная кампания для христианских демократов и их лидера стала испытанием на прочность. За границей до сих пор превозносит ее человечность и жертвенность. Она истинный голос совести. Она лидер, проявивший настоящее сострадание. Но на родине и бундесканцлерин, на стяжении числа беженцев и на рейтинг партии Меркель работает сегодня то, с чем вчера она обещала бороться. Границы, заново возникшие посреди Европы. И безграничный хаос с приемом и распределением беженцев, от которого сами они снова бегут, уже назад, домой. Сейчас 3000 человек возвращаются каждый месяц, к примеру, в Ирах, в города, освобожденные от ИГИЛ. И эти цифры растут. И они говорят, что хотят жить там со своими семьями в мире. Другие еще не дойдя сюда разворачиваются, понимая, что находиться тут долго не смогут. Это значит, что отнюдь не все беженцы останутся здесь. Мы должны готовить их и к возвращению на родину. Миллиона беженцев в Германии хватило, чтобы расколоть страну и сбить партийные координаты. Политику Меркель теперь в пух и прах разносят ее же союзники и одобряют прежние конкуренты, зеленые. Это они, наверное, отберут у ХДС победу в Баден-Вюртемберге. А в прошлом старейшей и крупнейшей партии социал-демократам на этих выборах грозят унизительные 17%. Что делать, если партийный глава Зигмар Габриэль в Калиционном правительстве лишь подчиненный у Меркель вынужден исследовать с ней одним курсом и даже критикуя защищать. Федеральному правительству и канцлеру тяжело вести международные переговоры, когда в стране повсюду пишут, что ее собственная партия норовит нанести госпоже Меркель удар в спину. Это неприемлемо. Самый частый у немцев вопрос, значит ли для правящего ХДС грядущий проигрыш в трех землях и вероятное поражение всей партии вместе с ее лидером Ангелой Меркель. Но в этих спорах упускают из вида нечто более важное. В Германии, как скорее всего подтвердится, уже в воскресенье больше в принципе нет политической силы, претендующей на роль народной и ведущей. Для шести-семи партий, что на местных выборах отхватят свой кусок пирога, тем сложнее за всем будет договориться друг с другом. Но возможно это и тем ближе к подлинной, а не управляемой демократии. Константин Глинзвайк, Илья Левентов. Специально для RTVI из Германии.